Я являюсь в Сирию, где я являюсь председателем молодежной организации города Латаки. Многие из вас, думаю, знают, что в Сирии уже война длится 11 лет и никак не заканчивается. Мы много чего пережили, бомбежки, землетрясения. И, наверное, нет ни одной семьи, которая не потеряла родных или близких. Но я сегодня не пришла, чтобы об этом рассказывать. Я сегодня пришла, чтобы вам рассказать, как мы сохранили веру в светлое будущее и как мы стараемся всеми силами украшать наши будние праздники. Во-первых, от лица всех стратегичников в Сирии хочу выразить огромную благодарность за помощь и поддержку посольству России в Сирии. И лично послу России Александру Владимировичу Ефимову. А также первому секретарю посольства России в Сирии Олегу Игоревичу Попкову. Ну и, конечно же, русскому дому, директором которого является Николай Вадимович Сухов. Мы молодежь в Сирии. У кого один из родителей русский, в основном это мать, называем себя волонинками. И за многие годы мы стали как одна семья. Мы поддерживаем друг друга, поддерживаем наш родной русский язык и вместе проводим праздники. Сегодня у меня презентация разделена на две части. В первой части я вам буду рассказывать о мероприятиях, которые не входят в основной список известных праздников в России. Так что давайте начнем. Ежегодное спортивное мероприятие «Веселые старты». У нас там проходят конкурсы, где нужна не только физическая сила, но и смекалка. И, конечно, победители выигрывают призы. Вот так. Дальше у нас идет Рамадан. Это священный месяц у мусульман, где они держат пост. Для поддержки русского дома наша молодежь собственноручно готовила еду к ифтару. Ну, это прием пищи после завтрака. И раздавала людям на улице. Сами все готовили. Дальше хочу вам рассказать о танцевальном коллективе «Забава». Он был организован в Дамаске в Русском доме. И в его составе около 40 человек. Все они дети соотечественников. Они принимают активное участие во всех праздничных мероприятиях. Потом у нас уже третий год в Сирии проходит исторический форум. Каждый год форум проходит в разных провинциях. И темой форума выбирается временной период в истории России. Проходят презентации по выбранным темам и квесты по истории и географии России. И еще проходят экскурсии по историческим местам Сирии. Здесь у нас Пальмира. Вот это Руина. Это типа у нас Наполеон Бонабар и Александр Первый. В Сирии очень много исторических мест. Но я хочу вам сегодня рассказать о двух из них. Первый у нас вот это Бусра. Это исторический город на юге Сирии. А также важная археологическая достопримечательность. Которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Бусра это важный археологический памятник. Где находятся руины римских, византийских и мусульманских римен. А также один из наиболее хорошо сохранившихся в мире римских театров. В котором каждый год проходит национальный музыкальный фестиваль. Второе у нас Сайдная. Это небольшой город в Сирии, находящийся к северу от Дамаска. По преданию византийскому императору Юстиниану I в 546 году, во время его похода против персов, тут явилась Дева Мария. И дала указание построить на этом месте монастырь. В монастыре хранится икона, написанная по преданию евангелистом Лукой при жизни благородцы. Еще здесь находится памятник Иисуса Христа. Второй по величине после памятника в Рио-де-Жанейро. Итак, первая часть моей презентации закончилась. Переходим с вами ко второй части, где я буду показывать видео, как мы празднуем самые известные праздники в России у нас в Сирии. Лес деревьями до луны, дождь в лоб мелкими каплями прогонит гостей. И среди всех своих остались лишь в самые стойкие. На мятой траве, устеленной покрывалами, вокруг все выпито скурено. Девчонка с глазами пьяными, ответь, что ты задумала. Когда я шел на дым костра, в полной луне по глухим местам, шорох в тене и тот же на мой крик. Друзья кричали в ответ, впереди сверкал пламенный свет. Эй! Правнуки партизан в родной стихии Пробираются в руках с ветками сухими Ноги колют шишками Не одеть сандалии Пьяные, счастливые, все попоступали Идейные со взглядами Страну поднять Продуманы планы В ночном лесу Без сигарет Все ждут Кого-то отправили Когда я шел на дым костра В полной луне по глухим местам, шорох в тене и тот же на мой крик. Друзья кричали в ответ, впереди сверкал пламенный свет. Эй! Где же вы, мои друзья? С кем мечтали, с кем хотели Не теряться никогда Оставаться в теме Деньги замотали все Деньги заменили в воздух И люди рядом, но уже не те Так знай, что никогда не поздно Иди на дым костра В полной луне В тем глухим местам, шорох в тене и будут там твои друзья И радостный смех Обними меня Благодарить всех участников посольства России в Индии Конечно, русский дом Спасибо, что нас так все собрали Спасибо участникам Вы такие просто крутые все Вас люблю очень Спасибо Спасибо большое, Вера Очень здорово, что вы уже потружились Такие у вас теплые эмоции относительно друг друга Обязательно передадим ваши слова благодарности коллегам посольства России в Сирии Действительно, они очень помогли Вере, сложно было получить визу Что-то там индийцы забуксовали Если бы посольство не подключилось, было бы сложно Обязательно передадим Спасибо